Добрый день, дорогие телезрители! Снова, как и обычно по выходным, в эфире национального телевидения программа «Горожане», которую веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И мы продолжаем, на самом деле, очень важный для меня и для многих цикл передач, посвященный тому году, который мы все пережили, год, который нам пришлось, я не скажу выживать, жить, приспосабливаться как-то к условиям пандемии. Год назад, 22-го, по-моему, марта, с Ольгой Валерьевной мы встречались в студии программы «Один из нас». И, в принципе, если вспомнить те тезисы, которые мы тогда озвучивали, ну, была какая-то неопределенность. То есть, да, с января шла информация с Китая, да, с начала марта, с конца февраля шла информация с Москвы, показывали нам коммунарку, показывали Лениса Проценко. А как, по вашему мнению, вот по истечению года, да, как республика встретила пандемию, была ли она готова и что сыграло на том, что мы встретили ее именно так, а не по-другому? Мы ее по-другому точно не могли встретить, потому что готовность и настороженность была достаточно высокая. Понимание четкого, что вирус – это достаточно серьезно, и что вирус – это большой вызов человечеству, был прежде всего у медицинского сообщества. Мне сложно сказать, как они к этому пришли, но именно они, медицинское сообщество, сообщество санитарных врачей Роспотребнадзора, понимая и осознавая всю сложность ситуации, работали так, как бы они работали в условиях чрезвычайной ситуации. Было моментальное принятие всех решений и, соответственно, значит, их реализация в жизни. Наверное, вот этот период того, что Москва и первые случаи, которые возникли по, значит, ряду субъектов Российской Федерации, определенный люфт они нам дали с точки зрения того, как подготовить медицинские организации. Но больше всего и большей сложности мы понимали, что возникнут в необходимости разобщения людей и четкое понимание того, как вирус распространяется. Цепочка вируса была понятна. Нужно, чтобы он не переходил от одного человека к другому. Нужно цепочку разорвать. Поэтому достаточно жестко, четко и понятно сработали тогда, когда выявили врачи первого больного. Задача основная была не выпустить вирус в город. И где-то уже, наверное, через полтора месяца, ближе ко второму месяцу, и уже это в целом была тенденция по Российской Федерации, мы понимали, что вирус в популяции, вирус в населении, вирус в городе, теперь задача только непосредственно мерами предосторожности начинать снижать риски и уменьшать количество заболевших. Поэтому пошли немного другие меры. Наверное, вот так мы зашли. Немного другие. Давайте вот я вспомню, опять же, ваши цитаты. Вы тогда сказали, мы постараемся, чтобы, по крайней мере, якутяне не уходили от этой болезни. Но еще раз по всему миру уже миллионы погибших, и Якутия тоже отдала свою печальную дань этой болезни. Вы сами помните, когда погибла первая женщина? Да, конечно. Мы не можем не помнить, когда погибла первая женщина, потому что наши медицинские работники борются за каждую жизнь. И уже сейчас, по прошествию года, можно, соответственно, делать выводы определенные того, кто больше всего подвержен этому заболеванию, да, и кто находится в самой большой группе риска. И, как вы помните, мы всегда в группе риска с самого начала называли лиц пожилого возраста, называли лиц, страдающие хроническими заболеваниями двух видов – сердечно-сосудистыми и связанными, соответственно, с эндокринной системой. Это сахарный диабет. И вот именно большинство умерших, именно, ну, практически абсолютное большинство погибших якутян, все имели осложнения по данным заболеваниям. И, соответственно, в какой-то мере многие делают сегодня выводы о том, что, ну, это медики в дальнейшем скажут, что все-таки ковид вытолкнул основное заболевание и дал его более ускоренное развитие. И в совокупности медики, боровшись за каждую жизнь, тем не менее, потери вот такие тоже получили. Ведь каждая смертность для нас не только являлась и уроком на будущее, да, но и разбирается до сих пор по каждому случаю отдельно. Разбираются, как в следующий раз этого не допустить. Потом вначале делаются медицинские выводы, потом, соответственно, формируется позиция оперштаба по тому, какие меры ограничительные или меры правофилактики применить или меры реабилитации применить, что изменить в системе лечения того или иного заболевания. И только после этого уже выносятся наши решения, которые в основе, в том числе, указа главы Республики Сахай-Гудя по тем или иным ограничениям, которые могли возникать или по тем или иным правилам, которые у нас появляются. У нас не просто так появилось правило, связанное с дезинфекцией, например, сегодня, которое было установлено, связанное с дезинфекцией пространства торговых площадей. Ведь мы после анализа того, когда поняли, что в любом случае одним из местов распространения является место как раз вот этих вот больших торговых площадей, поэтому было принято решение, что у них будут выделены дни и время для того, чтобы проводилась дезинфекция. Второй задачей, например, который решал этот вопрос по дезинфекции, это задача, связанная с тем, чтобы научить, в том числе, санитарным правилам по ковиду предпринимателя. Вы помните, что определенные правила мы смотрели, исходя из ситуации общей. Например, если у нас появлялся группа заболевших, появлялась, например, в наших офисах, корпорациях, соответственно, сразу к правилам, если они не соблюдались, добавлялись какие-то свои особые правила, и, соответственно, до сих пор у нас и термометрия, и, соответственно, ношение масок в самих учреждениях, там, где есть определенное скопление. Анализы были сделаны даже по тем семейным очагам, которые возникли. И сегодня мы уже очень четко говорим о том, что кружка должна быть индивидуальна, ложка должна быть индивидуальна, желательно соблюдение социальной дистанции. Тогда, когда мы видели, например, корпоративный очаг, связанный, например, с празднованием чего-то, праздника какого-то, мы понимали, что это либо совместное чаепитие, что явилось выводами, в том числе, Роспотребнадзора по офтальмологической больнице, либо это в целом проведение, например, семейного праздника. И, соответственно, когда заболевает не вся семья, которые, например, приходили группами в какой-то определенный момент, то есть все достаточно четко анализировалось. Несмотря на то, что казалось бы, что просто вал идет какой-то определенный, все случаи, которые идут в семье, которые идут в корпорации, на улице, в автобусах, исходя из этого, уже принимались меры защиты. Тогда, когда мы принимали решение о том, как дети должны идти в школу, когда принимали решение, почему нам можно открывать те или иные спортивные залы, тоже достаточно долгие дискуссии были. И опять же на анализе того, где вирус быстрее развивается. Мы понимали и отслеживали с точки зрения весна, какая эпидситуация в зависимости от ОРВИ гриппа, осень, какая эпидситуация в зависимости от ОРВИ гриппа. И исходя из этого, и принимали свои решения. Уперштаб, наверное, был таким вот единственным органом, который заседал каждый день. Казалось бы, что можно решать каждый день и для чего это нужно делать. Для того, чтобы корректировать ситуацию в каждый момент, который возникал. Казалось бы, совершенно четко установили, например, правила по проживанию раздельным у студентов общежития. Выявили, а все студенческие общежития выявили всех студентов на дистанционное обучение. В конечном итоге вдруг появляется, значит, непосредственно группа заболевших в одном из учебных заведений города Якутска. Начинаем выяснять, оказывается, здесь не соблюли, здесь не досмотрел сторож, тут не провели термометрию. И опять возвращаемся к тому, что начинаем устанавливать каждый раз новые правила. Какие? Такие, какой должна быть жизнь сегодня? Вспомните, как тяжело мы заходили на проведение и открытие наших культурных учреждений. Мы открыли культурные учреждения, довели алгоритм действий. И в наши больницы стали группами попадать творческие коллективы практически каждого культурного учреждения города Якутска. То есть это все видно было. Соответственно, была дана установка в Министерство культуры. Наводим в этом порядок. Принимается решение. Некоторое время остановим, прервем. Определим правила. Определили стандарт. Тут же театр, значит, эстрады. Один из первых сказал. Мы компактны. Мы открываемся. На 50% загрузки вначале. Вот у нас санитайзеры. Вот у нас, значит, все средства защиты. Отработали один кейс на уровне этого театра. Дальше открылись все остальные. И уже мы понимаем, у нас нет уже театральных коллективов в качестве там групповых палат в инфекционных отделениях. То, что уже точно... Все было видно. Все было видно. Так прозрачно, как было в этом году, не было никогда и нигде. То есть мы анализировали, почему, например, возникла группа заболеваний, у вас в том числе на уровне НВК. Мы понимали, откуда они идут. Понимали, как занесли, почему, соответственно, какие нужны были, давались рекомендации, чтобы разрешить эту ситуацию. Давайте вернемся к событиям годичной давности. Просто я хочу выстроить некую последовательность, срезы для себя. 18 марта вся республика ждала сутки с лишним анализы нулевого пациента. Нулевого или, возможно, не нулевого. Мнения расходятся. Отправляли в Новосибирск, ждали двое суток. Вся республика с замиранием сердца просто вот так вот ожидала анализы. Как была налажена работа лаборатории? Ведь не выявив, не пролечишь. Первые две лаборатории, которые работали с новыми тестами на коронавирусную инфекцию, работали как лаборатории, это были лаборатории Роспотребнадзора. Они работали как лаборатории первого уровня, референтной лабораторией по всей стране являлась лаборатория Вектора в Новосибирске. Права на выставление своего диагноза наши лаборатории не имели. Лаборатория именно Роспотребнадзора. Через некоторое время благодаря усилиям главы Республики Сахай-Кутрия и главного санитарного врача Республики Маргариты Игнатьевой удалось убедить главного санитарного врача России Поповы о том, чтобы нам предоставили право нашим лабораториям быть референсными лабораториями для лабораторий, которые мы сможем открыть в наших лечебных учреждениях. Естественно, для того, чтобы открыть лабораторию, она не просто открывалась, а подходящее помещение, б умение людей работать с реагентом самим по себе и работать с этим анализом, и главное, в закупка тестовой системы. Какие были проблемы вообще связанные с лабораториями изначально? А, тестовые системы в стране были все новые, то есть умеющих работать на этих тестовых системах не было в целом. Поэтому, значит, приходилось прежде всего сразу моментально отучивать людей и более того, искать тестовую систему, которая бы позволила делать быстрее. Сама по себе, сам по себе анализ, значит, почему вот он, иногда возникали проблемы там по подготовке этого, значит, по получению результата и может быть даже с самого начала, потому что наши все лаборатории, те тест-системы, лаборатории, которые шли, они шли на достаточно маленькое количество закладок вот именно в самой лаборатории. То есть всего можно было в наших лабораториях заложить 9-16 проб для того, чтобы тот или иной анализ сделать. Когда анализов мало, это, безусловно, совершенно ничего, ну, куда все сделали и так далее. Но прокрутка самого анализа ПЦР, который, значит, у нас делался самый первый, и теми возможностями, тест-системами, которые были самые первые, оно составляло до 6 часов. То есть 6 часов. Вначале осуществляется ручная их обработка, а потом, соответственно, прокрутка, ну, так называемая, и только потом выход результата. Мы бы, и, соответственно, значит, мы, как раз Владимир Викторович Солодов, имея уже опыт работы здесь с ковидом, он приезжает на Камчатку, первый звонок, который ему раздается, когда он приходит, Владимир Викторович, у нас первый пациент. То есть вот прибыв на Камчатку, он тоже, ну, он уже понимал, что такое первый пациент, что делать. Тем не менее, мы в это время смотрели на Владимира Викторовича, потому что он запускал лабораторию, которая по новой тест-системе делала анализы за 3 часа. Всё, сад. Прогресс. Прогресс. Всё. Значит, в течение двух суток наши и я, в том числе, созванивались с Солодовым, выясняли, что это за история, как они это делают. Они налаживали систему в течение двух суток, и когда они выдали первый результат, что анализ можно сделать, например, за 3 часа, мы сразу же решили этот вопрос, и благодаря компании «Алроса» купили первые возможные тест-системы, которые нам помогли ускорить вот этот вот процесс. Это первая история, да. Потом мы понимали, что вал, значит, там пошли по двум, путем мы увеличили, начали увеличивать количество лабораторий в городе Якутске. Затем, значит, увеличивали лаборатории по районам республики, разделив очень строго, чтобы было понимание, что непосредственно вообще, как бы как можно быстро, во-первых, доставлять анализы. С той же доставкой анализов тоже приходилось принимать решения достаточно оперативно и быстро, потому что, например, те же анализы, которые сделали в Алдане или сделали в мае, и если даже их там в нашей лаборатории сделали, референт-центр был здесь, на уровне Роспотребнадзора. Поэтому мы решили задачу А – увеличить количество лабораторий, закупить те системы, которые бы, значит, непосредственно более быстро работали, чем 6 часов прокрутки. Все параллельно обучаем персонал, параллельно отрабатываем их одежду, умение одевать, снимать сизы, заводим людей на работу на 24 часа, понимая, что будет еще вал. Следующая история, значит, у нас подключается помимо лабораторий, а именно тогда лидерами в лабораториях была Республиканская больница 3-я. Я, возможно, и в том интервью говорила, вот я отдельно хочу восстановиться на Республиканской больнице 3-й. Очень долгое время, вы знаете, что она специализируется на пожилых, а я была сторонницей, и меня глава поддерживал как можно дольше не занимать эту больницу под ковидных больных. Почему речь стояла об этой больнице? Потому что у нее есть реанимация. Соответственно, я понимала, что и 75-летие победы, и понимала, что в любом случае пожилых людей нам нужно будет где-то, их все равно нужно класть на их постоянную профилактику как таковую. И они вначале занялись лабораториями, поставили хорошо лаборатории. Потом возник вопрос в один из визитов Асиана Сергеевича, как нам еще ускорить лабораторную историю, да? Оказалось, что у нас по Республике нет промподготовки, то есть до таких деталей, да, вручную вставляется. Начали решать вопрос о приобретении необходимого оборудования, и уже через некоторое время добивались того, чтобы наши лаборатории сами, без лаборатории РПНа, соответственно, остановились, имели право на собственный анализ. И так же они сейчас работают? Они сейчас так же работают, имеют право. Более того, через некоторое время стали появляться тесты. Асин Сергеевич, как глава Республики, достаточно четко на совещаниях, на оперштабе Голиковой поставил вопрос о том, что добиться скорости получения анализа ПЦР, если он делается даже в лаборатории поселка Тикси, в условиях Якутии, невозможно добиться того, чтобы он делался в два дня. Мы не выполним это условие. В силу определенных причин самолет летает в другое время. Конечно, нет ничего невозможного. Если бы оставался один ПЦР, мы бы нашли вариант разрешения этой ситуации. Но нам разрешили использовать тест-системы ЕФА и ЕХА, которые были закуплены не только медорганизациями, не только за счет бюджета, но также нам помогли и недропользователи, главы муниципальных образований. И с север мы, по сути дела, там и труднодоступные, отдаленные, снимали первым этапом ЕФА и ЕХА, и потом уже при возникновении сомнений работали с системой, которая ПЦР. Тогда уже сразу начинали лечить. Главной задачей было быстрее ускорить начало лечения. Это вот такой вот только, ну, наверное, 1% той работы, которая осуществлялась в течение года. Сейчас у нас достаточное количество лабораторий. Более того, в систему уже пришла, например, в том числе и отдача вопросов, связанных с тем, как быстро строятся анализы, быстро выдаются. Анализы в основном выдаются, особенно если у вас облачная поликлиника. В конце дня вы получаете и соответственно. А также и с получением результата анализа СМС. Еще раз промотаем пленочку назад. Где-то, ну, апрель, наверное, уже. Уже работают, более-менее работает лаборатория. Уже вводятся какие-то ограничения. Ну, народ, сами помните, как принял вот эти вот вещи. Ну, не ах, да. Но многие, кстати, понимали, что не сделав разобщение людских вот этих цепочек, вот эту болезнь не победит. Ну, я вспомню свои ощущения, да, апрель, такое пасмурное небо, аптеку заходишь, надпись «Масок нет», на доске объявлений по 50 рублей одноразовые маски, никаких санитайзеров и тому подобные вещи. Вот это вот положение как удалось ломить, когда народ перестал полагаться лишь на самошитую масочку. Вот здесь, с самого начала мы обсуждали этот вопрос, наверное, еще в январе месяце. И вот позиция и министра здравоохранения Лены Фраимовны Борисовой, и руководителя Роспотребнадзора Республики Сахая-Кутя, когда вот я, Маргарита Егоровна Игнатьева, да, когда акцентировала этот вопрос, мы исходили из двух базовых позиций. А главное – безопасность и средства защиты индивидуальных медиков, те, кто зайдет в зону риска. Значит, это было главное, это был приоритет, поэтому, безусловно, по всей стране начинали искать маски. Почему вообще возникла с ними проблема? Понимали очень четко, потому что комплектующие всех масок, которые производили в стране, они сами по себе производились в Китае. В Китае был ковид, был Лухань. Соответственно, значит, закрытые границы валят практически все количество масок, которые производятся в стране. Каждую неделю, один раз, даже в два раза в неделю проводится, значит, ВКС с Москвой, в том числе и с министром промышленности, в котором мы подаем заявку Республика Сахая-Кутя, исходя из, по нашему мнению, того норматива, который определен Минздравом Российской Федерации. Обратную историю мы получаем, получаем замечание, которое связано с тем, что вы зачем вообще, вы же понимаете, что промышленность Российская не справляется, зачем такую заявку делать? Мы не исполним ее. Когда я впервые это услышала из уст одного из руководителей федеральных министерств, значит, я согласовав с главой, вышла к населению и сказала, я предлагаю шить маски. И, конечно, второе поручение, которое пошло, оно было Министерство предпринимательства Республики Сахая-Кутя, значит, и, соответственно, Ирина Высоких, она пошла и очень долгий такой диалог вела, в том числе и с Анной Матерной, только к вечеру она мне выдала результат и сказала о том, что силуэт готов начать шить маски. Как только город Якутск пошел шить маски, соответствующую установку, и начали шить маски все, в том числе в районах, они, безусловно, эти маски выручили, и выручили хорошо до тех пор, пока мы основные маски, которые необходимы, которые соответствуют всем, медицинские маски, использовали для защиты наших медицинских работников. В апреле месяце мы уже провели, если я не ошибаюсь, в апреле телемост с китайской, с Китаем. Вначале все как-то восприняли этот телемост не совсем серьезно. Для наших медиков это было прежде всего под спорь, как одеваться. Безусловно, одеваться, в том числе, вы слышали очень много, в том числе, хайпа было по поводу того, что мы заставляем там, значит, заматываться скотчем, это потому, что там не хватает денег на сизы, ну и вообще были разные легенды по данному направлению. Нет, это лайфхак от китайцев, которые очень четко сказали, что маска, это работает, это работает, и это работает очень так, достаточно серьезно. И даже тогда, когда я сама тоже заходила в красную зону, меня точно так же заклеили и скотчем поверх маски, хотя лицо европейское, не азиатское, да, и, соответственно, заклеили и руки, и ноги, и лично я чувствовала таким образом большую какую-то защиту, даже внутреннюю. И каково это было, находиться в броне врачей, вот в этих пластиковых костюмах? Тяжело, тяжело. Я зашла для того, чтобы прежде всего проверить, как это, потому что каждый ВКС начинался мной с районами, с главными врачами. Главы районов это знают, я спрашивала, научились, особенно если выявлялся случай на территории района, участвовали ли вы в тренировке одеть и снять костюм? Вы видели, как врачи одевают, снимают костюм? Сколько раз тренировались перед тем, как, ну, то есть мои вопросы, они всегда были достаточно такими жесткими, иногда резкими, да, перед коллегами, наверное, должны меня коллеги в этом вопросе понять. Ну, самое главное было не допустить, чтобы врач не вынес зоны вируса. Хотя мы их сразу отселили в гостинице и сразу отселили отдельно от домов, чтобы они не приносили вирус домой, вирусная нагрузка в инфекционках все равно есть. И главное, чтобы они правильно их снимали, правильно обрабатывали. И поэтому, наверное, даже тяжелее не в самом костюме как таковом, а хочется его быстрее снять, а ты право его быстро снять не имеешь, потому что должен снять его с соблюдением всех норм для того, чтобы не вынести вирус. Я, когда увидела в одной из наших инфекционок во время захода, как непосредственно происходит самим по себе, как, значит, обеззараживаются сотовые телефоны, тоже была удивлена, да, потому что лайфхаков было много, стояла бактерицидная лампа, и возле нее лежали сотовые телефоны всех сотрудников. Почему еще? Потому что мы тоже имели горький опыт, тогда, когда одного из известных докторов республики, да, в общем-то, который вынужден был заходить в зону, общаться с иностранными студентами, мы считаем, что способом заражения было как раз использование телефона в качестве переводчика. То есть, поэтому после этого и этот момент стал отрабатываться, то есть все опытом приходило. Поэтому, что касается масок, нам мы понимали, что нам нужно просто этот период пережить и дать возможность промышленности встать на свою сторону. Ну и вот я почему сказала Маргарите Егоровне и Елене Афраимовне, потому что они меня успокаивали в данном вопросе, когда я начинала немного паниковать, они говорили о том, что мы пережили свиной грипп, шили маски, в войну шили маски, всегда шили маски, медики больше доверяют шитым маскам. Вспоминайте, как вы учились в школе на гражданской обороне, да. И поэтому, соответственно, у меня это как-то было вот так, как мантра и очень чётко. Я понимаю, что моя задача была просто спокойно это воспринять, не запаниковать. Когда вы заходили, вы были привиты? Нет, я не была привита. А зачем тогда вы туда пошли? Я входила в зону для того, чтобы понять, во-первых, всё ли мы делаем правильно, для того, чтобы обеспечить непосредственно врачей безопасность. Я очень сильная и до сих пор я переживаю за врачей. Я переживаю за медиков. Для меня это самая, наверное, такая сложная история. Потери среди медиков, как вы думаете, можно ли было их избежать? Их не избежал весь мир. Да. Их не избежал весь мир. Мои соболезнования, безусловно, в семье, в тех, кто у нас у медиков, кто потерял своих родных, именно как вы, исполняя свой долг. Но у нас есть ещё потери и в социальных учреждениях. То есть у нас есть работник. Да, социальный работник. Опять же, я опять прокручиваю плёнку, да, и было много предложений закрыть Якутск, сами понимаете, ну, помните, сами помните, было очень много предложений, давайте Якутск закроем, а весь сообщение прекратим, будем закупорены и так далее. И я сравниваю факты. Был закрыт, было закрыто село Салбан и был закрыт ваша родная Алдан. Да. А закрывать Алдан, что это дало, и если бы мы закрыли Якутск, можно ли было бы с меньшими потерями, возможно, первые волны вынести? Относительно закрытия Якутска было очень много непосредственно разного рода позиций, мнений. В основном они серьёзно обсуждались на уровне социальных сетей. О закрытии Якутска речь не шла никогда на оперативных штабах, да, значит, речь, потому что был чёткий план при необходимости, значит, блокировать работу, значит, отдельных микрорайонов города. То есть мы понимали, что если вспышка, например, или групповое заболевание есть, например, в Хатасах, то происходит блокировка Хатас. С точки зрения уменьшается количество, значит, туда автотранспортного сообщения, предупреждаются люди, более усиленно дезинфицируется общественное пространство. Глава республики очень чётко ставил задачу не допустить всё-таки такого вот коллапса, который, ну, закрыть город – это очень такое серьёзное решение. Почему был закрыт Алдан? Алдан был закрыт, потому что это грозило и предотвращали колоссальную вспышку. Она была связана, прежде всего, в большей степени с образом жизни, да, как вы знаете, что там первые заболевшие оказались среди работников рынка. Рынок? Что такое рынок? Рынок – это место, через которое проходят все, да. Лица, работающие на Алданском рынке, ещё и проживали в одном доме, все вместе, в силу своих культурных особенностей, в силу своих обычаев, которые сложились. Ели из одной еды, ели одну еду, ели из одной чашки. И поэтому тогда, когда там появился сам по себе заболевший, он указался именно в этой части, было принято в 22.30 решение о закрытии Алдан. Соответственно, МВД и Росгвардия отработали высадку туда для перекрытия улиц, для перекрытия въезда входов. Это было сродни прилёта Росгвардии на вертолёте в аэропорт города Алдана и, соответственно, полная его блокировка. Конечно, для земляков это был шок. Люди не понимали, и администрация района это выдержала. И очень чётко, и достаточно вначале сложно шло. Каждый считал, что каждый руководитель Алданского района, каждый считал, что он имеет право на бесплатный проезд, что он выполняет самую важную работу. Мы понимали, что нельзя сателлитные посёлки остановить, нельзя запустить, например, в тот же Куранах, потому что там полюс, который добывает золото, и это налоги. Нельзя допустить в Томот, потому что это в том числе железнодорожный узел на настоящий момент. Был перекрыт железнодорожный вокзал на Алдане для того, чтобы поезд уходил на Томот, и при необходимости временные места размещения были тех, кто ехал на поезде, например, там с Хабаровска до Алдана. Они некоторое время не въезжали, а во временных обсерваторах проживали в Жгомисти. То есть была заново построена вообще система работы города в условиях карантина. Вот сама по себе перелом ситуации именно в сознании произошёл тогда, когда переломилось сознание у первых руководителей района. Северин Николаевич Позняков, являясь в своё время заместителем министра здравоохранения именно по чрезвычайным ситуациям, делал всё хладнокровно и грамотно, поднимая вовремя руки, как настоящий, так сказать, врач, для того, чтобы они находились... Он всегда говорил о том, что руки поднимайте, чтобы микробы не ловить снизу, да, и вирус в том числе. Очень чётко объяснял. И он вёл одно из совещаний, и в это время пришла информация, что у них 12 заболевших. Что среди того из тех 50, которые отправили анализ, 12 заболевших. И я разрешила Северину Николаевичу объявить... Ну, вы знаете, что мы боролись за то, чтобы информация шла с одного источника. Объявить руководителям о том, что 12 заболевших плюс. И только после этого большие руководители Алданского района приняли решение блокировать Алдан в полном объёме. И поэтому все вместе как бы смогли устоять и удержать. — А Намский район? — Намский район, он был сложнее. Во-первых, он отдалённый, да, но он далёкий. Для меня, если Алдан был понятен по тому, как они живут и откуда что можно взять, потому что для меня салбанцы были самым тяжёлым действительно вариантом. Во-первых, к этому времени уже на оперштабе одном... Айсен Сергеевич озвучил одну из таких версий о том, что в маленьких населённых пунктах вирус развивается и переходит от человека к человеку в 600 раз быстрее. Поэтому было принято решение по салбанцам. Один завозной случай привёл к тому, что останавливается хлебопекарня. Один завозной случай привёл к тому, что высаживается, опять же, та же самая схема применяется и принимается. Болеет практически всё село, к сожалению, тоже с потерями людскими. Это очень страшно было. И ещё, что касается салбанцев, немножечко для меня, так как мне не совсем известен полностью уклад сельской жизни, я чётко понимала, что государство должно обеспечить продуктами питания. В село, в селе продуктов питания, запаса не было. Это не Алда. Это я чётко понимала. Поэтому главой района Юрина Кенча было определено место, куда приезжала соответствующая анкетка, куда привозилась еда, значит, питание. И волонтёры, значит, непосредственно перевозили это в деревню. Я когда видела глаза на ВКСе главы муниципального образования салбанцы, он был немного такой взъерошенный и без маски. А я понимала, что мне нужно ему сказать, его слова поддержать. А меня накрывало большей степенью желание чётко его держать в тонусе. Поэтому я его очень громко ругала, «Подолжу маску оденьте, что происходит?» И тут он происходит, и он говорит, «А я один на всю администрацию, я домой не хожу, я здесь живу третий день. Кто помогает?» Он говорит, «Волонтёры и медики». Говорю, «Где все остальные дома?» «Из домов никого не выпускать». Ну, потому что там очень много стариков, и наши медики там отработали очень хорошо. Мы недавно в Салбанцах новый ФАП открыли.